Мы с вами обсуждали, что картикальные поражения, а теперь я хочу показать их вам. И я буду задавать вопросы, и пожалуйста, останавливайте меня и сами задавайте вопросы, когда вам это понадобится. Давайте начнем с этого случая. Это 60-летняя женщина, и у нее паралич лицевого нерва. Мы ее обследовали на Т2, Т1, и обнаружили гиперинтенсивное поражение в коре. И затем я перешел к диффузионно-взвешенной визуализации, и в районе коры это поражение показывает небольшое ограничение диффузии. Это поражение. Я думаю, что оно не только в коре располагается, но это локальное картикальное поражение, которое немножко вниз опускается, проходит по юкстокартикальному белому веществу. То есть пациент с параличем лицевого нерва, пациентка, у нее поражение в моторной коре. Какой будет диагноз? Это нормальный головной мозг? Кто скажет, это нормальный головной мозг? Я уже показал вам это. Поражение, конечно, это очаговая картикальная дисплазия, острая ишемия, картикальная ишемия, возможно, да? И эмболический инфаркт. Но это в коре. Я вам уже показывал такие случаи, что может быть инфаркт и в коре. Или это метастаз? Возможно. То есть какой вариант правильный? Это метастаз или ишемия? Это более ишемическое, да, поражение? А что надо делать, чтобы это подтвердить? Контраст нужно применить. Вы правы. Я не знаю, что вы выполняете, но часто в нашей стране мы используем контраст. И иначе мы пропускаем очень много случаев. Если бы этот случай мы не проработали с контрастом, то я бы поставил диагноз небольшой картикальный инфаркт, и я бы ошибся. Видите, это поражение, это доконтрастное изображение. Я сказал, что у пациентки паралич лицевого нерва, а это поражение к нему не имеет никакого отношения. Вот здесь ниже оно должно иметь, а вот это постконтрастное изображение. И теперь имеем кольцевое выселение. Это не одно только изображение. Если посмотреть на эти, видим лептиоменингии энцефалит, усиление соответствующее, плюс усиление в области ушного прохода. То есть это опухолевая инфильтрация. Имеем картикальный метастаз, плюс метастаз лептоменингса в этом случае. 55-летний мужчина. У пациента рак легких и головная боль. Этот пациент, я вам покажу несколько других пациентов. Неделю назад провели визуализацию этого пациента и спросили меня, у него рак легких. И вот эта вот диффузия, область ограничения диффузии, вот здесь вот находится. И усиление в этой коре, и усиливающаяся кора также здесь. Что я должен написать в заключении? Усиливающееся поражение. И в предыдущем случае я вам показывал, что метастаз тоже может показывать ограничение диффузии. Что я напишу в заключении? Метастаз. Очень похоже, да, на то? Ну, да, что вы думаете, что типично? Ирина говорит, что это может быть метастаз, но вот этот паттерн усиления нетипичен для метастаза. Согласны эссе Ирины? Что вы напишите в заключении? Демилинизация. Не повезло этому пациенту, знаете, у него рак лёгких, да ещё и демилинизация, ишемия. Как удостовериться в этом? Потому что онколог здесь сидит рядом, и он меня спрашивает, скажи, это метастаз? Если нет метастаз, я радиотерапию пациенту назначу. Если нет метастаз, не буду этого делать. Это опять, как видите, картикальное усиление, и фактически Ирина права. Этот характер усиления нетипичен для метастаза. Это картикальное линейное усиление. Итак, это метастаза или подострый инфаркт? И даже если рассмотреть все поражения, они с правой стороны, с этой стороны не было поражения. То есть, возможно, это стеноз внутренней сонной артерии, или подострый инфаркт. Потому что они также показывают такой линейный характер усиления в коре. Это одностороннее поражение с усилением извилины. Что я написал в своем заключении, что результат до сих пор неизвестен. Это было недавно. Я написал в своем заключении одностороннее поражение, и тип усиления коры нетипичен для метастаза усиления извилины. Но первое мнение, подострый инфаркт, но рекомендуется короткий период наблюдения. Потому что очень много разных типов метастазов существует. Возможно, это лептоменингиальный метастаз. Мы не знаем, инфильтрировался ли он в колтекс. Мы никогда не можем быть в этом уверены. Поэтому я написал это таким образом, потому что я думаю, что на следующей неделе, через неделю пациент придет опять. И что я ожидаю в этом фалапе, если прошло это поражение, то это был подострый инфаркт. Если увеличилось, то я... то этого и будет метастаз, скорее всего. Я не знаю до сих пор результатов у пациента. Еще остается определить это после того, как он придет. 55-летняя женщина, принятая с головной болью. И на Т2 видно поражение. И гипертенсивная на флайер. Это кортикальная дисплазия, острая эшемия, метастаз или что-либо еще? Что-либо еще. А что именно еще? Инфекция, возможно. Еще комментарии. Эпидермоидная киста. Ну, я бы не ожидал эпидермоидную киста, чтобы она на флайер такой сильный сигнал показывала. Они немножко более интенсивный сигнал, чем SMG показывает, но не такой сильный, как на этом АТР. Другие варианты. Этого достаточно для вас. Больше информации нужно, да? Диффузионно-взвешенную. Есть диффузионная. Итак, имеем это диффузионное. Немножко ограничение на Т1. Все, теперь пишите заключение. Это ограниченная диффузия, да? Это артефакт. Это артефакт, там ничего, реально нет артефакта. На этом сосредоточьтесь. Я бы что сделал? Я бы написал заключение, или я бы вызвал еще пациента перед тем, как писать заключение, и контраст применил бы, да? И я это сделал. Итак, что это теперь? Кротикальные метастазы? Нет. Менингиома. Или дуральный метастаз? Это маленькая менингиома была, и мы видим вот этот дуральный хвост, маленькая менингиома. Если контраст не применять, то трудно это увидеть по этим изображениям. Выглядит на картикальное поражение, но не является таковым на самом деле. Итак, 73-летняя женщина с прогрессивной дисфазией. У пациентки рак мочевого пузыря, обнаруженный год назад, она является профессором патологии. К сожалению, она уже скончалась. Очень известная патолог. И вот такое у нее было. И вот такой визуализации мы получили. Вы знаете, я пропустил этот случай. Она была очень популярным патологом, но я пропустил это поражение. Вот здесь поражение было в коре, и я не уверен, в коре ли это оно было. И дуральный хвост. Вот это отек. Других поражений в мозгу нет, не было. Итак, Ирина, какой ваш первый диагноз здесь? Метастаз. В Корее или в дуральной оболочке? Твердой оболочке. Думаете, вот это здесь, да? Итак, если вы видите этот сосуд, интеракциональный. Кто говорит, что это менингелома? Кто за менингелома? Это интеракциональный внутри всего или экстрааксиальный? Вне всего. Здесь две Ирины сидят, и они спорят между собой. Одна говорит, это интеракциональный, а другая говорит, что экстрааксиальный. Нет? интеракциональный, внутриакциональный, потому что кора височной доли затрагивается этим поражением. Итак, кто говорит, что это внутричерепное? черепное. А кто, что это вне осевое? Хорошо. Фактически, в моем заключении было приписано, и я ее очень хорошо знал. Поэтому я хотел позитивно думать, и я написал в заключении менингиому. Но перед операцией я все-таки позвонил нейрохирургу, потому что может быть, я слишком чувствительным был, сентиментальным. И я сказал хирургу, это может быть метастаз в Корее, и я не уверен, но вы посмотрите, когда будете оперировать, будьте готовы к такому варианту. И фактически так и получилось, что это был нейроэндокринный, метастаз нейроэндокринной карциномы, внутриосевые, интераксиальные, то есть, вы правы, это заключение потока, которое это и подтверждает. Еще один пациент, 50-летний мужчина с судорогем. Здесь гиперинтенсивное поражение, но сверху прилегающая кора, также утолщина очень нормальной толщины в остальных частях, а в этой части утолщение. Видим небольшое усиление сигнала коры. Вот здесь вопрос. Это на Т1, утолщенная кора, немного видно на диффузионно-извешенном, это послеконтрастное, видим утолщение кора и гиперинтенсивное субкортикальное поражение, нет контрастного усиления. Смотрите, два дня назад, это было два дня назад, 27-го, как раз перед отъездом сюда они прислали мне этот случай для консультации свежайшей. Это низкозлокачественная глиума или очагово-кортикальная дисплазия? Это еще не решено, ответа еще нет. Подскажите мне, и я напишу заключение. Помогите мне, что вы думаете по этому поводу? Низкозлокачественная глиума. По какой причине? Потому что он 55-летний, это может быть очаговая кортикальная дисплазия, а и припадки гораздо раньше начинались бы, а поэтому клинические симптомы указывают на опухоль. мы не видим здесь симптома чрезмонтийного прохода. Вот это мое первое впечатление. Кто за очаговую кортикальную дисплазию? Я за. А на что нужно смотреть, чтобы это подтвердить? Утолщение коры, размытые края, размытые соединения серого-белого вещества и гипертенсивности, сигнал гипертенсивности под соединением белого-серого вещества с субкортикальным. А симптом трансматийный не всегда указывает или не указывает на это. Я тоже за то, что это локальная трансфокальная дисплазия. я не отношу это к возрасту, но если думать о низкознокачественной глиоме, то кортекс должен быть более гипертенсивный на флоры это недостаточно гипертенсивный. Да, сравните с этим, он действительно не гипертенсивный, вы правы, но вы все сказали, и я бы здесь искал этот знак трансматийной пересечения гипертенсивный мантии. Я сделал тогда диффузионное клиницист запросил перфузионное исследование это низкая перфузия, это асостронное поражение, все метаболиты снижаются, их уровень видите ли здесь гипертенсивность, куда она проходит вот этот знак пересечения мантии и я в связи с этим, что увидел этот знак этот симптом и гипертенсивность проходящая от стенки желудочка к месту патологии видя как она проходит и опять же Ирина была права если посмотреть интенсивность сигнала в этом месте коры отличается от этой для низко злокачественной глиомы вы правы я бы ожидал большую однородность сигнала вы правы и я в заключении написал очаговая фокальная дисплазия но я еще не знаю результатов посмотрим итак 65-летний мужчина с левой гемоперазией с путанным сознанием поражение с левой стороны это постконтрастная визуализация это подостарый инфаркт или энцефалит метастаз или что-либо еще это лептоменингальный метастаз нет почему нет почему это кортикальное кортикальное выселение не лептоменингальное а извилина усиливается и также это масс-эффект он атрофический похоже на лейкомалицию конечно же это не метастаз а что насчет подостарого инфаркта энцефалита я с вами согласен посмотрели на диффузию в определенных местах было ограничение диффузии но также потеря ткани то есть клинические симптомы также находки также очень важны пациент с левой гемоперезией в острых условиях это может быть лейкоэнцефалит с потерей ткани но клиника начнется прогрессивно не в острую фазу это подостарый инфаркт это надо помнить что в подострой фазе как я вам показывал уже случаи у вас может быть вот такой извилистый характер извилистые усиления и стеноз шейки в этой части был инфаркт и так последний случай думаю 31 31 летняя женщина после беременности у нее развились приступы судороги визуализация флайер и другие некоторые из поражения показывает ограничение диффузии некоторые не показывает то есть смешанные варианты имеется после беременности же не после рождения ребенка четко ясно да опухоль инфаркт энцефалит или тромбоз венозного синуса что то ли что либо еще возможно но а что еще пресс синдром задней обратимой энцефалопатии да вы правы это типичная и она мне с женщиной очень важно в период в период после родов и спутанность сознания но надо помнить что в норме когда мы смотрим литературу то этот синдром пресс не показывает ограничение диффузии во многих случаях но может его показывать и показывает если показывает это означает что прогноз не может быть такой как названо а обратимый то есть какие-то повреждения стабильные остаются не обращаются и могут там оставаться спасибо за внимание